Всем привет, это Навальный. Всем привет. В прошлом видео я рассказал про основные правила апгрейда, которые подойдут к любому ноутбуку, но получил довольно негативный фидбэк. Многие упрекали меня за то, что видео идёт целых 14 минут, подумать только, и что нет никаких вспомогательных материалов, встроенных в видео или изображений. Что есть только одно описание, зубрёшка, как на лекции. Или писали ещё, будто Навальный сошёл с ума и начал вещать про ноутбуки. Не вижу никаких сходств. Поэтому сегодняшняя серия будет про апгрейд ноутбука от Apple. Он пришёл на замену IBM ThinkPad T60, про который я снимал первые видео о компьютерном железе. Найти эти ролики вы сможете в плейлисте Quarta Upgrade по ссылке ниже в описании. Тогда путём нехитрых манипуляций мне удалось довести скорость загрузки системы до 20 секунд, что по меркам даже современных компьютеров весьма и весьма неплохо. Но так как IBM перестал соответствовать даже минимальным моим требованиям, компьютеру пришлось искать замену. А так как ноутбука от Apple у меня ещё никогда не было, то почему бы и нет, подумал я, из третьей попытки купил этот MacBook. Его стоковые характеристики никуда не годятся для сегодняшнего дня. Тактовая частота процессора 2,4 МГц, всего 4 ГБ оперативной памяти и жёсткий диск на 250 ГБ. Ускорять этот MacBook я буду по тем же правилам, о которых говорил в предыдущем видео. Первое, мы установим SSD диск. Второе, мы установим OptiBay для установки второго накопителя. И третье, мы добавим этому старичку немного оперативной памяти. В случае с IBM мне удалось вот этими вот кривыми ручонками поменять также и процессор. Но это только лишь благодаря нереальной ремонтопригодности серии ThinkPad. В случае с MacBook я и пытаться не буду провернуть что-то подобное, даже если теоретически это и возможно. В этой серии мы рассмотрим только апгрейд самого железа. Внешний вид трогать не будем, хотя им обязательно стоит заняться. Ноутбук достался мне в довольно плачевном состоянии. Есть царапины на корпусе, сколы, но довольно небольшие. Но вот нижняя крышка выглядит так, будто прошла с главным героем весь Fallout 3. Нет ножек, имеются потертости, царапины на углах и в целом выглядит довольно непрезентабельно. Ноутбук использовался как концертная рабочая машинка для лайф-выступлений кавер-группы. Жизнь музыканта нелегка и на примере этого ноутбука это было прекрасно видно. Но главное в другом, за внешне пошарпанным состоянием скрывается вполне живой ноутбук. Крышка не люфтит абсолютно. Подсветка клавиш равномерная. Установлена оригинальная матрица. В ремонте ноутбук ни разу не было, как утверждает предыдущий владелец. И у меня в принципе нет причин ему не верить. Итак, для того чтобы провернуть наш с вами апгрейд, нам понадобится план кооперативной памяти емкостью 4 гигабайта. Из старых запасов покупать новую не стал. Далее. Жесткий диск SSD на 240 гигабайт. Неизвестная фирма Golden Fear. И третье, что мы сегодня будем ставить, это OptiBate. Для того, чтобы установить SSD совместно со стандартным жестким диском. Также для того, чтобы нам вскрыть ноутбук и произвести установку этих деталей, понадобится отвертка крестовая и вот такой инструмент, ковырялочка, который называется Solder Assist. Паяльный помощник. Итак, все у нас в сборе. Поехали собирать. Первым делом откручиваем 10 винтов по периметру нижней крышки вашего ноутбука. Используем для этого крестовую отвертку. После снятия нижней крышки не будет лишним отсоединить шлейф питания аккумулятора, чтобы в случае чего не запороть материнку и компьютер в целом. Для начала открутим два винта на планке, удерживающий наш стандартный жесткий диск. Теперь аккуратно отсоединим 4 шлейфа, которые находятся слева от оптического привода. Сейчас все готово к извлечению стандартного жесткого диска. Важно помнить, что шлейф, который идет к нему, отличается чрезвычайной хрупкостью и нужно быть максимально осторожным, чтобы его не повредить. Также осторожно устанавливаем наш SSD-привод на место родного жесткого диска. Теперь очередь за оперативной памятью. Механизм ее замены интуитивно понятен, но тем не менее стоит быть не менее аккуратным. Для снятия оптического привода открутим винты на черном модуле с динамиком и отставим его в сторону. Открутив три винта по периметру оптического привода, мы можем аккуратно извлечь его. Не забудьте отсоединить от оптического привода небольшой шлейфик, который пригодится вам при установке Opti-B. Процесс сборки макбука начинаем с установки жесткого диска в корпус Opti-B. Теперь не забываем подключить к нашему Opti-B небольшой шлейфик, который мы отсоединяли от оптического привода и располагаем Opti-B в корпусе ноутбука. При установке могут присутствовать люфты, которые исчезнут после того, как вы закрепите все винты в корпусе. Далее закручиваем винты по периметру Opti-B и устанавливаем на место модуль с динамиком, который располагается в нижней части ноутбука. Затем нужно вернуть на свое место планку, которая удерживает жесткий диск и крепится на двух винтах. В завершение подключаем все шлейфы, которые отсоединили в ходе установки, не забывая про шлейф аккумулятора, который находится в левой части ноутбука. Заключительный этап – установка нижней крышки ноутбука на свое законное место. Теперь осталось лишь включить ноутбук, скрестив пальцы в ожидании, чтобы ничего не взлетело на воздух. К счастью, апгрейд удался и компьютер завелся на раз-два и радует нас быстрой загрузкой системы. Как мы можем видеть в окне настроек, макбук распознает 6 гигабайт оперативки, а установлено именно 6 гигабайт, стандартная планка на 2 гигабайта и та, что мы установили, на 4. Также мы видим, что загрузочный диск указан как SSD, это значит, что наша система расположена именно на SSD-шке, а стандартный жесткий диск будет использоваться для бэкапа и как хранилище остальных файлов. Ну что же, наш апгрейд прошел успешно, мы немного раскачали этого старичка, но это только самое начало. В дальнейшем я обязательно займусь внешним видом ноутбука, поменяю крышки, верхнюю, нижнюю, установлю наконец-таки ножки на нижнюю часть ноута и, соответственно, поставлю одинаковые болтики комплектные. На этом на сегодня все, ставьте палец вверх, если вам понравилось, не забывайте подписаться на канал и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok